Добрый день дорогие друзья, мы в прямом эфире студии информационного агентства Prima Media, это Prima Media Live. Россия вступила в полосу кризиса, который по официальным прогнозам может продлиться не меньше чем два года, нестабильная ситуация в экономике страны, стремительное падение курса национальной валюты, растущая инфляция, снижение платежеспособности населения, валютные колебания, все это неизбежно оказывает влияние на рынок и на рынок российской недвижимости в частности. Сегодня мы поговорим о квартирном вопросе, о квартирном вопросе в условии кризиса, и об этом нам расскажет Сергей Косиков, директор агентства недвижимости, городской риелторский центр. Сергей, спасибо большое, что пришел к нам в гости, но вопросы достаточно серьезные, они очень важные для населения, как быть, как жить в такой ситуации, что делать. Начнем с того, что на фоне кризиса, на фоне подорожания цен, всеобщего подорожания, казалось бы, цены на квартиры должны неизбежно пойти в рост, причем в такой, если уж судить по курсу национальной валюты, то как минимум, грубо говоря, в два раза. Что сейчас происходит на рынке, произошло ли это повышение цен на недвижимость, какие сейчас вообще цены, насколько они повысились, либо понизились вдруг полгода, как с теми, если сравнивать ценами, которые были полгода назад, например, докризисные такие. Ну, повысились, но в основном-то было в декабре, там есть определенные условия, о которых я расскажу. На самом деле, рынок недвижимости, вот, в частности, жилой недвижимости, да, квартиры, он, наверное, единственный сегмент нашего рынка, ну, один из немногих, да, который привязан к спросу. Да, если у нас цены растут на продукты, это есть какие-то объективные причины, и курс доллара, и импорт, и все остальное. А цены на квартиры регулируются только спросом. Если у нас жизнь стала хуже, если денег стало меньше, если меньше возможности баловать себя чем-то, если меньше возможности покупать квартиры, соответственно, спрос уменьшает. Да, плодежеспособный спрос, да, не потенциально. Потенциально у нас вообще огромный, и все неудовлетворены жилищными условиями. Да, плодежеспособный спрос снижается, соответственно, ну, причин для роста цен нет. Вот здесь все регулирует рынок в чистом виде. Цены росли, цены росли в декабре, это был, пожалуй, такой вот ажиотажный спрос, причем это было не только у нас, это было везде по России. Да, до сих пор у нас недвижимость остается, ну, пожалуй, одним из немногих средств, куда можно вложить деньги. Не для того, чтобы даже заработать. У нас государство борется с инвесторами, хотя на самом деле люди больше вкладывают деньги в недвижимость, чтобы сохранить их. Хороший инструмент для сохранения денег. Люди снимали деньги со вкладов, люди переводили доллары, когда он уже был очень большой, в рубри, да, и вкладывали в недвижимость для того, чтобы сохранить деньги. В декабре на рынке покупалось все. Квартиры, которые стояли годами неликвидные, там, по завышенной цене, в ужасном состоянии. Практически все продавалось. Очень много было сделок, ну, вот в декабре, в январе, так как сделки тянутся, там, от месяца, там, до полутора, могут быть, да. В январе еще эти сделки закрывались. Вот из-за этого и спрос, вот такой большой ажиотажный спрос подогрел цены в декабре. Да, за декабрь рост цен, там, был порядка, там, 4%. Это вот просто, ну, за последние 2-3 года, если брать, это просто сумасшедший рост. Вот. В январе рост цен еще порядка 3% составил, но это уже, скажем так, последствия. Да, сейчас мы входим в так называемую фазу стабильности. Так что будет дальше, еще никто не знает. А вы говорите, что за последние 2 года, вот, 4% это большой рост. Тоже была стабильность вот такая в ценах? Цены не росли, да, по сути? Вот у нас же все двигается так, волнами, да, вот кризис 2007-2008 года, который, ну, там был реальный кризис, да. К этому шли, рынок к этому готовился. Большинство специалистов понимали, что завтра будет, да, то есть 2007 год, когда был вот просто сумасшедший рост цен весь год, ну, там порядка, там, 50%, там, 47, да, за год рост цен был. Там, в 2008 году порядка, там, 35%, это еще такое вот, там, первая половина 2008 года вклад сделала большой, да. Потом стабилизация, потом снижение цен в 2009 году, да. В 2009 году там падение было, ну, снижение цен порядка 15%. То есть мы сейчас говорим о таком индикаторе, да, средние цены. Какие-то квартиры не потеряли в цене, конечно, да, какие-то можно даже было продавать дороже в зависимости от сегмента. Вот, но общая тенденция рынка была такова. И с 2009 года рост цен составлял, ну, вот, порядка, там, 4, 5, 6% в год, да. Это было, ну, это была нормальная стабильность. Скажем так, на уровне инфляции. Именно годовой рост, да? Именно годовой рост, да. То есть как только в 2009 году цены снизились до уровня, вот, 2007 года, начало роста большого, да, Дальше пошла такая стабильность. За 2014 цена квадрата в Владивостоке вообще? Ну, опять же, да, это вот средняя цена, которая индикатор. По нашим расчетам, у нас есть свой аналитический отдел, это порядка 14,5%. Большой вклад как раз внес вот конец ноября, декабрь. А сейчас сколько цена квадрата вообще вот на вторичном жилье, да, и квадрат новостроев? Ну, понятно, что новостройки тоже разные бывают, да? Ну, вот если по вторичному жилью можно вот такими индикаторами оперировать, вот на сегодняшний день порядка 94 тысяч за квадрат. Это, опять же, средняя. Да, есть гостинки, причем это могут быть не самые там хорошие районы, там больше 100 тысяч за квадрат. Есть хорошие трехкомнатные квартиры в достаточно хороших районах, там там 75-80 тысяч за квадрат. Вот, в не очень хороших районах, ну, скажем так, не совсем востребованных, с не очень хорошей инфраструктурой, там и 65, и 70 тысяч за квадрат может быть. Вот, по новостройкам у нас вот такого массового строительства нет, да, поэтому у нас, наверное, тоже один из немногих рынков, вот Владивосток в частности, да, где новостройки ориентируются на вторичный рынок прежде всего. Вот есть у нас там дом достаточно большой, который сейчас уже, вот, задается, люди получают свидетельство, там порядка 85 тысяч за квадрат. Ну, цена варьируется от цены на вторичный рынок, да? Это всегда так было, да, но когда, думаю, подходит к стадии готовности, как правило, цена продажи вот квартир находится, цена за квадрат находится на уровне там средней по цены по вторичному рынку, да. Вот, понятно, что у них там еще отделка необходима, но тут тоже нужно понимать, что когда покупаем квартиру на вторичном рынке, в половине случаев, да, нужно еще вложить деньги для того, чтобы ее привести, вот, там, что-то сломать, да, и потом под себя сделать, то есть затраты ненамного меньше получаются. А в декабре, да, в начале января вот этот ажиотажный спрос, что сейчас идет на рынке, вот эта стабилизация, спрос сильно упал, и вот, ну, вы говорите, что никто не знает, что будет, ну, хотя бы какие-то там наметки, да, есть мысли по поводу, по поводу ситуации в стране, что может произойти. Понятно, что сейчас трудно загадывать-то так, вилами на воде. Все будет хорошо. На самом деле, вот спрос сейчас просел, причем, ну, скажем так, не так сильно, как мы могли вот себе ожидать, учитель, вот, декабрьский, когда на рынок вышло очень много покупателей, когда очень много квартир было продано, там, были продавцы в панике снимали, потому что не могли найти себе встречный вариант, да, мы ожидали, ну, что спрос будет гораздо меньше, вот сейчас, да. В февраль, вот сегодняшний февраль уже ничем не отличается, там, ну, есть объект на продажу, да, есть, там, примерное количество звонков, которые, получая объект на продажу, мы можем понимать, да, в зависимости от цены и от расположения, сколько примерно будет интереса к этой квартире, да, сколько будет звонков, это все там просчитано, ну, вот, это простая математика. Вот сегодняшний февральский спрос у нас, в принципе, на уровне февраля прошлого года, ни лучше, ни хуже, да, мы ожидаем, да, возможно, по каким-то сегментам цены просядут, да, просто в силу того, что они были завышены в декабре, реально завышены. А вот какие это сегменты могут быть? Это, прежде всего, небольшие квартиры, которые, вот, больше всего покупались, ну, о чем можно говорить, если квартира, вот, в хорошем районе однокомнатная квартира, ну, в неплохом состоянии, там, октябрь-ноябрь средняя цена была, там, 3,700-3,800 однокомнатная, да, вот, опять же, это средние цены, просто для примера, да, то к концу декабря, там, к середине января такая квартира торговалась уже за 4,5, да, сейчас цены вернулись на уровень 4,200-4,100, вот, это падение? Ну, да. Ну, вот, да, смотря с чем сравнено, да, если сравнивать с нормальным, вот, ноябрьским уровнем, это даже рост еще цены. Ну, это из серии, как сейчас, курс доллара рухнул до 62 рублей. Да, да, да. Да, это из серии вот такого же падения. А вот, такой вопрос, прочитаю его, потому что он очень большой. Кризис на рынке недвижимости проявился своеобразно, не ростом цен, а сокращением предложения о продаже. Например, судя по объявлениям в интернете, хозяева квартир снеговой пади резко притормозили в желании обменять квадратный метр на деньги. В августе семьи военнослужащих активно предлагали свои апартаменты по 6-7,5 миллионов за двушку. Теперь же таких объявлений мало. А мало ли? У меня немножечко другая информация, вплоть до того, что у нас есть отдельный отдел, специальный проект, который занимается снеговой падью. Снеговой падью сейчас интересуются все. Отдельный район, новый выстроен, как хороший индикатор. Это не индикатор нашего рынка, вообще Владивостока. По одной простой причине, что там получали военные, получали военные. У нас есть клиенты, начиная от Читы до Сахалина, Камчатки. Все получали здесь, получали, потому что в другом месте не могли, получали с целью продать и переехать в другой регион. Именно поэтому в свое время, когда массово они все получили, массово пошли быстренько переезжать, было очень много квартир. Очень много квартир было продано. Сейчас уже все идет в рабочем порядке. Количество квартир в снеговой паде уменьшилось не к Новому году. Оно очень сильно уменьшилось уже к сентябрю, к октябрю прошлого года. Все вошло в фазу стабильности. Все, кто хотел продать, продали? Да, дальше в рабочем порядке. У кого-то время пришло, кто-то окончил службу, у кого-то дети выучились. Пришло время переезжать, потихонечку эти квартиры... Количество квартир сейчас в снеговой паде в продаже на уровне Владивостока. Если мы говорим, что в Владивостоке порядка 150 тысяч квартир есть, и при нормальном режиме продается порядка 3,5-4 тысяч объектов. В ажиотажный спрос их может быть чуть-чуть больше. Во время кризиса их может 2,5-3 тысячи быть. В процентном соотношении в снеговой паде сейчас то же самое количество квартир продается, ни больше, ни меньше. А по поводу сокращения предложений, да, оно есть. Но если мы говорим о том, что в декабре половина квартир, даже не ликвида, было куплено, и есть, конечно, продавцы, которые в панике сняли квартиры с продажи, то, естественно, сейчас квартир в продаже меньше. Вообще, какой-то зависимости цены квартиры от курса доллара говорить не приходится? Практически нет. Вот опять же, курс доллара, особенно с такими большими скачками, влияет на спрос. Влияет на ставку рефинансирования, влияет на проценты по ипотеке, которые иссякают часть покупателей. Меньше спрос, соответственно, цены будут либо стоять на месте, либо корректироваться чуть-чуть вниз. Все. По мнению финансовых аналитиков, рынок недвижимости в Приморском крае должен неизбежно сузиться, потому что просто не будет денег у населения. А на рост доходов с нынешней инфляцией и с нынешними урезаниями бюджетов не приходится надеяться. Вы с этой точки зрения согласны, что рынок недвижимости будет сужаться, и когда-то он сузится до такого критичного конца? Мне нравится профессия финансовых аналитиков. Прогнозы, конечно. Замечательно. Что означает сузиться? Естественно, если говорить языком финансовых аналитиков, то объем, уровень поглощения будет меньше. Спрос уменьшится. Конечно, да. Естественно, количество сделок уменьшится. Но даже если мы берем, например, опять же, классика, кризис 2008 года. Он вообще не похож на сегодняшнюю ситуацию, которую я бы не считал кризисом. Вообще здесь, конечно, кому как нравится. Но даже тогда, если у нас в стабильной ситуации идет порядка 1000-1100 сделок регистрации в месяц по Владивостоку, то данные Росстата официально есть на сайте. В 2007 году, когда был ажиотажный спрос, вторая половина года особенно, там доходило до 1500 регистраций, это ажиотажный спрос, то на самом дне этого реально кризиса, в 2009 год, когда цены пошли вниз, регистрировалось 500-600 сделок. В два раза количество сделок снизилось. Да, согласен, но рынок не встал. Сейчас мы говорим о том, что, скорее всего, по нашим прогнозам, будет регистрация 700-800 сделок. Процентов на 30 платежеспособный спрос снизится. Но мы опять же забываем о том, что порядка 80% сделок, это у нас, на нашем жаргоне, профессионал, это альтернатива, встречные сделки. Для нормального человека, каждый человек продает квартиру, большинство людей продает квартиру, чтобы что-то купить другое. В большинстве своем это улучшение жилищных условий. Конечно, у кого-то сейчас уже не будет нестабильной зарплаты. Даже вопрос не в том, что выросли проценты по ипотеке, а в том, что кто-то теряет работу или неясные перспективы с работой, он не может себе позволить рисковать и брать сейчас ипотеку. Естественно, часть этих людей с рынка уйдет, по крайней мере, отложит свою покупку. Но у большинства накопления, разница между двух- и трехкомнатной квартирой, в среднем по городу от 800 тысяч до миллионов. У большинства есть эти накопления. Они есть. У многих эти накопления держались в долларах. Так им сейчас еще выгоднее выходить на рынок и меняться. То есть продавать свою, покупать другую. И эта разница, на самом деле, она плюс-минус варьируется, но она стабильна примерно на всем протяжении. Рост цен, снижение цен, стабильность. Эта разница между стоимостью квартиры примерно одинакова всегда. Про ипотеку. Каков был процент покупок квартир в ипотеку? И что сейчас именно с этим ипотечным кредитованием? Если бы не было этого сейчас состояния экономического в нашей экономике, то все равно спрос бы чуть-чуть снизился. По одной простой причине. Опять же, когда мы говорим о стабильном рынке, то процент ипотечных сделок в общей массе должен быть порядка 20-25%. Даже не спрашивайте, откуда это. Это просто наше эмпирическое наблюдение. Мы смотрим свои сделки, смотрим сделки партнеров, постоянно в контакте с банками. Примеры представляем, какое количество сделок идет в ипотеке. В прошлом году, уже к середине года, по крайней мере, по нашему агентству и наших партнеров, доля ипотечных сделок достигала 40-45%. Это плохо. Это означало, что ипотека поддерживала рынок. Очень хорошо поддерживала рынок. На сегодняшний день доля ипотечных сделок, конечно, снизится до 10-15%. Но, опять же, если мы говорим о ставках по ипотеке, были бы ставки 10-11%, но это не каждый мог себе позволить. Для этого должна быть хорошая белая зарплата, долгий стабильный доход, стабильная компания. Много факторов. Зарплатные проекты. В среднем ставки по ипотеке были 12,5-13%. Хотя можно было взять и меньше. Сейчас ставка по ипотеке от 14,5% до 16%. Разница ощутимая. Например, в платежах по кредиту, если человек берет себе на 25 лет этот кредит, и разница в платежах платить 22 тысячи или 25 тысячи. Ну, 3 тысячи – это, конечно, деньги. Но, когда человек себе это планирует, подавляющее большинство тех, кто планировал ипотеку, они могут взять. Здесь, еще раз говорю, скорее всего, влияет фактор на том, что человек должен быть уверен в своей работе, что у него будет стабильный доход в среднем до времени. Рынок ипотеки снизится. Есть банки, которые ушли с рынка, но основные рынки остались, которые порядка 70% рынка держали, они есть на рынке, они работают. Разрабатывают местные банки, разрабатывают новые программы, которые позволяют спрос стимулировать. С некоторыми банками мы сейчас готовим и цикл семинаров, и специальные программы для того, чтобы люди не боялись выходить на рынок, потому что жилищные условия нужно менять. У людей эта потребность остается, возможности есть. Просто когда со всех экранов везде говорят «кризис, кризис, кризис, кризис», люди начинают перерываться. Это моральное давление? Это прежде всего моральное давление, да. Вот все наши спады, взлеты на рынке недвижимости, большинство из них, ну это рынок недвижимости, это частные люди, частные продавцы, частные покупатели, большая масса. И он очень сильно подвержен именно эмоциональному влиянию. Вот мы сейчас говорим все-таки больше про жилую недвижимость, все-таки рынок коммерческой недвижимости. Что сейчас с ним происходит в городе, тоже про объемы падения продаж, если они есть, либо про рост продаж, и вообще количество рынка, количество предложений, которые на этом рынке есть. Что с ним? Все очень плохо. На самом деле все хорошо, рынок коммерческой недвижимости – это в чистом виде экономика. Если компания не может работать, да, сворачивать свои объемы, конечно, переезжает в меньший офис. Больше всего в это время пострадали офисные здания, которые не самого высокого класса. Здания, которые с хорошей инфраструктурой, которые классы, хорошо, пускай класса А, хотя категорически против того, что у нас есть такие здания А, Б+, Фрэш Плаза, А, или что? Знакомый со всеми лично, лучше не было. Вот эти здания пострадали меньше всего. По одной простой причине. Мы сейчас тоже, у нас офис в достаточно хорошем, дорогом здании. Мы, наоборот, расширяемся. И свободных офисов нет. А в зданиях, которые гораздо ниже класса, там очень много свободных офисов появляется. То есть компании, которые не совсем стабильно чувствуют себя на рынке, они уменьшают свои площади, скажем так. По новому строительству у нас такие минимальные объемы, что вот эта ситуация никак не сказала. А чего не хватает на рынке коммерческой недвижимости, по-вашему? Каких-то действительно там офисов класса А? На рынке коммерческой недвижимости у нас не хватает волевого решения администрации края, чтобы развивать бизнес. Все. Рынок коммерческой недвижимости под него подстроится. Сейчас в этой ситуации самое лучшее время, чтобы начинать новые проекты, новые торговые центры, новые бизнес-центры, новые парки строить. Сейчас лучшее время, потому что через год, через два ситуация поменяется в лучшую сторону однозначно. К этому времени те, кто сейчас начал свой проект, они выйдут на рынок с готовым проектом. Они будут первые, они будут лучшие, у них не будет конкурентов. И бизнес про это знает. Ну вот то, что кризис, назовем все таки, это все-таки окно возможностей, вы тоже согласны? Конечно, да. Сейчас есть возможности все-таки выйти, стать первыми, убрать конкурентов, ну не убрать, а обойти? Ну вот у нас как раз сейчас очень амбициозные планы, именно вот на этот год. Это рассчитываем увеличить свою долю на рынке, как существенно. А каким образом, вот каким образом компания может увеличить вот свою долю на рынке? Ну, во-первых, не все могут работать в такой ситуации. Во-вторых, не все понимают, ну к сожалению, наверное, хотя для нас к счастью, не все понимают, как работать с покупателями, с продавцами на этом рынке для того, чтобы сделки совершались. Вот ничего страшного на самом деле не происходит. Я уже приводил пример. Разница в цене на квартиру, она примерно одинакова. Количество желающих поменяться, оно примерно такое же осталось. Ничего страшного не произошло. Вот, за счет того, что мы рассчитываем, количество наших, ну партнеров, конкурентов на рынке станет, возможно, чуть-чуть поменьше, да, мы просто наращиваем объем. Согласны ли вы с таким утверждением, что в Владивостоке цена на недвижимость, неоправданно завышено? Нет, ни в коем случае. Опять же, это рынок, ну что означает, я даже не пришел, дядя не сказал, вот у вас будет такая стоимость, да, все говорят, ой, дорого-дорого, нет, ничего, ничего не знаю, вот есть приказ у вас. Это частный рынок, частные люди, частные продавцы продают, частные покупатели покупают. Это, да, это вот большая масса людей, которые, в принципе, ее можно регулировать законами, да, регулировать цены на рынке, в принципе, можно, и государство это понимает, и к этому потихонечку идем, да, теми же самыми доходными домами, да, когда создается цивилизованный рынок аренды светлой, да, там, и нормально доступной. То же самое ипотекой, тем же самым строительством нового жилья, если государство дает зеленый свет и помогает активно строить жилье и дает какие-то преференции тем, кто покупает жилье в новостройке, да, соответственно, будет спрос перемещаться на новостройки, да, и за счет большой конкуренции цены не будут так расти. Цены всегда такие, которые, вот, за любую квартиру цена только такая, которую готов дать покупателю. Если он не готов, значит, покупателю эту квартиру не будет, значит, цена снизится, да, или этот объект уйдет с рынка, все. У нас просто исторически сложился такой уровень цен, да, ну, вот, вот он такой есть. Знаю, большинство людей, вот, просто с ноля накопить на квартиру невозможно, да, есть инструменты. Причем я, вот, меня обычно за это все начинают корить, но я не сторонник социальной поддержки при приобретении жилья, к сожалению, да. Да, у нас государство, вот, с момента, как начали приватизацию, вот, хвост кошки отрубает по кусочку. Мы говорим о том, что будем давать какие-то дотации, будем делать какие-то программы, всегда программы эти половинчатые. Большинство людей надеется, что вот я сам заработать не смогу на квартиру, да, а буду ждать помощи государству заработать на квартиру. Помощь государству должна быть простая, дать возможность людям зарабатывать, да. Мы не за то, чтобы там не было богатых, мы за то, чтобы не было бедных. И тогда все купят, что нужно, да. Совершенно верно, тогда будет рынок сам себя нормально регулировать. А вот это обещание, ну, как обещание, желание, да, краевой администрации, разговоры о том, что можно сделать квадратный метр жилья, доступным, там, 30, ну, 30, где-то минимум, 40 тысяч рублей за квадратный метр. Возможно ли это в нынешних условиях, например, в Владивостоке сделать жилье на новое новостройки за 40 тысяч квадратных? Да. Ну, есть такая хорошая притча, да, про шапки. А можно 7, можно 7, можно 10 шапок, да, тут какие-нибудь. Можно построить жилье 40 тысяч за квадрат, да. Администрация в этом случае говорит о малоэтажном строительстве. Но здесь, как всегда, вот немножко лукавит, что вот с количеством введенного жилья, что вот в этом случае. В чем лукавство? Здесь однозначно не учитывается ни стоимость земли, не учитывается ни стоимость коммуникации, которая подводится. Вот. И по большому счету не учитывается реальная стоимость дома. Потому что у нас в крае таких домов не делают. Да, их нужно ввести из Сибири, из Запада, да, там, где такое домостроение. Либо у нас свое такое домостроение развивать, но это, извините, дома будут не завтра. Либо выделять землю, ну, мы уже прошли это, высоветим земли, и моя семья получила участок земли замечательный, как многодетная семья. Да, ну, мы даже там не можем пикник устроить. Лес, загнать туда технику, подъехать на машине, начинать какие-то работы, мы просто физически не можем. Не говоря уже о том, что обещанные, не просто обещанные, да, по закону положенные коммуникации, которые должны подвести. Ну, возможно, когда-то это случится. Ну, надеяться на это не стоит. Надеяться всегда нужно только на себя. Что ждет рынок строительства в Приморском крае, по вашему мнению, да? Что сейчас будет с ним? Ну, вот про коммерческую недвижимость я уже сказал. Да, да, конечно, себестоимость строительства увеличится по одной простой причине, что мы, к сожалению, весь наш рынок строительства, да, очень сильно завязан на импорту. Вот. Возможно, это хороший толчок будет, чтобы перейти на какие-то местные материалы, да. Возможно, там будет толчок для наших технологий, которые у нас есть, которые наши институты разрабатывают, которые почему-то не внедряются. В жилищном строительстве тоже самое. Себестоимость, ну, да, скорее всего, повысится, но не кардинально, да, потому что себестоимость строительства материалов, это все-таки, там, не 100% себестоимость. Есть земля, есть стоимость рабочей силы, да, стоимость проекта. Эти вещи не зависят от доллара. Повысится, но, тем не менее, с учетом того, вот, если говорить про жилье, то количество, которое строится сейчас, ну, вот, реально минимальное, да, минимум, там, в четыре раза больше нужно строить, чтобы вот хоть как-то уравнять платежеспособный спрос, да, по новостройкам. Вот, поэтому все будет хорошо. Особенно будет хорошо у тех, кто сейчас, у кого сейчас проект на начальной стадии, да. Кто нормально спланировал свою деятельность, кто понимает, что можно нормально достроить, ну, через два года... И как раз к изменению ситуации выйти из уже готового продукта. А покупатели есть на рынке, покупатели, которые готовы вкладывать на новостройки. Им только нужна, ну, хотя бы небольшая уверенность, да, что дом будет достроен. Вот, всего лишь. Если не будет уверенности, покупать не будут, денег у застройщика не будет. Будет уверенность, будут покупать, деньги будут у застройщика, он нормально достроит дом. Все. Вот еще хотел какой-то вопрос спросить про качество элитного жилья. Вот у нас любят... У нас нет элитного жилья. А вот, ну, вот, начнем с этого, да, и потом, собственно, про качество того, что есть. В общем, вот это самое элитное жилье такое-то, красивые названия у комплексов, вот качество. Давайте так, у нас элитное жилье, вообще, если мы говорим об элитном жилье, скажу только свое мнение. Это не только итальянский кирпич и оградка из Нилана привезена. Это еще и весь образ жизни вокруг дома, рядом с домом. В какой подъезд я вхожу, кто у меня соседей, в какой двор я выхожу. Где у меня стоит машина и как я дальше добираюсь, куда мне надо. Вот это понимание элитное. Если у меня все здесь на высшем уровне, тогда я живу в элитном жилом комплексе. Если я живу в элитном жилом комплексе, в котором у меня из окна соседская общага и постоянные разборки под окнами, это не элитное. К сожалению, так. Есть дома хорошего бизнес-класса, хорошего добротного бизнес-класса. Достаточно дорогие, с нормальным, по уровню окружением, социальным рядом, с какой-то придомовой территорией. Сейчас замечательная вещь подземной паркинги. Слава богу, стали их все строить. На всех не хватает, но тем не менее. Кто желает, может себе приобрести. Очень хорошее. Но элитного жилья у нас нет. Качество вот этого бизнес-жилья все-таки всегда достойно заявленным бизнес-жилью? Или все-таки порой оставляет желать лучшего? Вообще качество строительства на рынке? Все-таки я не эксперт строительства. Конечно, разговаривая с экспертом, со своими строителями, качество у нас ужасно. По одной простой, даже, наверное, не по одной, одна из причин, то, что, опять же, вообще не постоянно выходит, это оторванность проектировщиков от реальных строителей. И когда в процессе строительства приходится уже проект доделывать или строить так, как оно, не так, как красиво нарисовано, а так, как оно можно реально хотя бы просто построить, уже не встает, а просто построить что-то супер. И это встречается сплошь и рядом. Ну и плюс, конечно, качество самих материалов. Люблю Россию, но все-таки это Россия пока еще. У нас нет, к сожалению, сейчас, на сегодняшний момент, нормального контроля качества, даже внутри компании. Была бы нормальная конкуренция, в этом ситуация изменилась бы кардинально. У нас есть несколько домов, которые строятся, сейчас вводятся, они все разные, на разные категории людей рассчитаны. Их так мало, что просто физически не может быть какой-то жесткой конкуренции. Это один из, конкуренция, наверное, самый главный момент вообще в существовании. Это бизнес. Если бизнес где-то может сэкономить и построить на грани качества, он строит на грани качества, потому что прибыль. Социальная ответственность – это все хорошо. Если ты будешь только социально ответственным, твои конкуренты построят быстрее, лучше и дешевле, ты не выживешь. Ты будешь хороший парень, который держит невысокие цены и строит супер. Но, к сожалению, на рынке у нас ситуация такая, что это невостребовано. Будет хорошая конкуренция, будет хорошее качество строительства. Вообще, к той ситуации, о которой говорит краевое начальство о большом массовом начале строительства малоэтажного жилья. Городской риэлторский центр готов уже? Уже рассматриваете его в планах все-таки начало масштабного строительства? Или пока поговорят да успокоятся? Конечно, у нас давно уже начали. Есть несколько проектов, которые уже в стадии строительства идут. И что с ними происходит, мы тоже прекрасно знаем. Проблемы со строительством, с вводом, в том числе и со стороны властей. Прежде всего. И властей, и наших монополистов. Конечно, рассматриваем. Опять же, мы понимаем, что нам работы хватит на долгие годы вперед. Будет это жилье построено? Хорошо, работа будет одного качества. Не будет жилья построено, работа будет другого качества. Всего лишь. Чтобы совсем перестали продавать и покупать, и платежеспособным спросом был удовлетворен, нужно просто встроить в 4 раза больше. Когда это будет? Неизвестно. А вот такие вопросы. Какой сейчас на данный момент у вас в базе данных самая дорогая квартира? Вот если есть такая статистика. В нашей базе на сегодняшний квартира стоит 32 миллиона. Нормально, хорошая. Да, и есть несколько желающих ее купить. Ну, по крайней мере, переговоры ведутся. А была ли такая квартира достойного качества? По цене очень низкая и необычайно низкая. Чудесно бывает. Наша работа в том числе и состоит. Когда к нам приходят клиенты и говорят, я хочу продать квартиру, мы прежде всего должны сказать ему реальную стоимость, за которую можно продать. Да, понятно, что это будет пальцем в небо. Да, как мы профессионалы, то у нас чуть-чуть больше будет точно кусок неба, куда мы можем определить стартовую цену, зная рынок, ощущая его. С какой ценой выходить на рынок? Если человек говорит, да я хочу на миллион дешевле, зачем? То есть в любой квартире срок продажи может хорошо регулироваться диапазоном 10-15%. На 10% ниже предыдущий рекомендованный выставил, можно продать в течение недели-двух всего лишь. И это практически на любом рынке, растущем, падающем. Какие советы от человека профессионального, человека практика, тем людям, которые выходят на рынок с недвижимостью, с жилой недвижимостью, какие первые главные советы? Что нужно знать, чтобы там не попасть в просадку? Найти себе специалиста. Хорошего специалиста, которому вы можете доверять. Прежде всего. Все. Дальше можно прочитать целый курс. У нас сейчас, кстати, готовится курс, как самому купить квартиру. Он есть, с банками будем проводить вместе. Там полностью на 2 часа инструкция, как это сделать. Я сейчас не расскажу. Да. Конечно. Кто желает сам, есть интернет, есть хорошие книги, как это делается. Есть простой пример. У нас сотрудник нашей компании, менеджер, с хорошим стажем, работал на рынке, когда она сама стала продавать квартиру, худшего клиента я еще не встречал. Паника на каждом шагу, непонимание, что происходит. Человек продавал свою квартиру. Зато, когда работали с квартирами клиентов, это был лучший специалист. А вообще, вот трудные клиенты попадаются, которые приходят, и с ними приходят мучиться? Клиенты особенные, мучиться ни с кем не приходится, просто все люди разные, каждому нужен свой подход. Человек не просто продает квартиру, он какой-то решает свой вопрос. Не просто ему нужна квартира больше, а ему нужна квартира, потому что родился еще ребенок. Соответственно, есть какие-то потребности. Здесь не вопрос продать квартиру. А на что поменять? На лучшее, чтобы ему было удобно жить. Даже среда питания, это очаг. Поэтому у каждого клиента, даже если продаются две одинаковых квартиры, ситуация всегда кардинально разная. Разные потребности дальше, разные люди, разные клиенты. Они просто все разные. На данный момент, какие районы Владивостоке считаются у вас лучшими, какие худшими? Менее лучшими. У меня свое мнение по этому поводу. Я могу сказать, какие более востребованы и высокие по цене, какие менее востребованы. За много лет картина практически не поменялась, хотя немножко выравнивается. За последние 4-5 лет вторая речка очень хорошо догнала по цене и по востребованности район столетия, который раньше всегда был достаточно дорогим. Сейчас все прекрасно понимают, что на столетии дома все-таки достаточно старые. И море близко, но в ту же загазованность. Хотя хорошая развязка. Вторая речка догнала. Третья рабочая очень активна. Она и застраивается активно, и пользуется спросом. Просто как минимум в силу хорошей расположенности по транспортной доступности. Но традиционно центр Регершельт, Некрасовская, самые дорогие, самые востребованные районы. Первая речка сдала свои позиции. Объективно. Я этого ждал давно уже. Просто опять же в силу того жилого фонда, который там находится, в силу расположения района, она уже не входит в тройку лидеров. Регершельт пока еще входит, но я тоже думаю, что это еще недолго будет. Или наоборот построят кольцевую, и тогда Регершельт вообще будет в топе. Снеговая? Нет. Замечательно, я сам там живу. Как только появилась возможность, мы применяли свою квартиру со второй речкой на снеговую плате. По цене он выросла? Вот сейчас нормально сравнялась уже, ну скажем так, со второй речкой, да, там, со второй речкой, бам, после нее, примерно, сравнялась. И так как предложение стало гораздо меньше, то цена чуть-чуть подросла. Да, на начальном этапе, в силу того, что ходило очень много слухов про этот район, да, очень много негатива разного, да, объективно, не объективно туда выливалось. Можно было продать хрущевку на второй речке, да, там, двухкомнатную хрущевочку продать и купить себе шикарную двухкомнатную квартиру в снеговой плате. На сегодняшний день, на мой взгляд, это уникальный район просто в силу вот самой планировки района. Да, есть очень много места для прогулок и детские площадки, да, есть проблемы с управляющей компанией, да, есть проблемы и с вывозом мусора, и со дворами, вот, ну, они не больше, чем в других районах. И решаются? Конечно. По поводу не, скажем так, мошенничества на рынке недвижимости, сталкиваетесь ли вы с этим и как с этим бороться? Ну, вот, за мою практику мы столкнулись всего два раза, всего два раза, да, при том количестве сделок, я могу сказать, что действительно всего, причем один раз это было там реально мошенник, который продавал квартиру, пытался продавать квартиру, которая ему не принадлежит, да, мы были с покупателем, он очень не хотел, чтобы клиент приходил с риэлтором, да, а когда мы уже это выяснили, почему, да, стало все понятно. А второй случай, ну, скажем так, вот, скорость все прошла, когда приходили к нам люди в предложении продать их квартиру, да, уже на начальном этапе просто предварительной экспертизы было понятно, что ее продавать нельзя. Там по документам все было, вот, на этом этапе все было хорошо, да, когда посмотрели историю этой квартиры, понимаем, что скорее всего здесь все очень дурно пахнет. Ну, вот, вот и все. Мошенников на рынке очень мало, то есть если говорить о мошенниках, понятно, что по телевизору их регулярно показывают, говорят о мошенниках, ну, о чем тоже надо говорить. Если мы будем говорить, ой, какие замечательные у нас хорошие сделки проходят, какие все честные, никто телевизор не будет смотреть. Мошенников на рынке мало, большинство потерь у людей происходит из-за незнания рынка, да, из-за незнания, как проводятся сделки, да. Потерять деньги, ну, можно потерять деньги, и цену неправильно определил, да, и сделку неправильно определил. Большинство сделок просто распадается из-за того, что люди не могут договориться, да, у каждого свое видение, как проводить сделку, и каждый хочет защитить себя любимого прежде всего, да, о контрагенте не думает. Мошенников на рынке очень мало, но они есть. В завершении, да, вот что бы вы хотели сказать лично от вас, да, как от руководителя агентства недвижимости, тем людям, которые собрались продавать, покупать, и ждут, не понимая, что сейчас происходит, и ждут. Не надо ждать. Если вам сейчас нужно продавать и покупать, нужно продавать и покупать. Можно прождать лучший момент и попасть все равно на самый худший. Если вы инвестор и продаете, чтобы деньги куда-то вложить, тут даже я ничего последовать не могу, у вас есть свои инструменты. Если вы продаете одну квартиру, чтобы купить другую, в другом регионе, даже в нашем городе, больше, меньше, надо просто выходить на рынок и все. Хорошо. Отличный совет. У нас в гостях был Сергей Косиков, директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр». Обращайтесь. Ну, прорекламирую так уж. Обращайтесь, есть люди, есть профессионалы. Покупайте, продавайте, не ждите, выходите, не бойтесь. Всего доброго, хорошего жилья вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok